привет зритель спасибо тому третьему человеку что подписался на бусти на харчики в честь такого случая я тут решила поесть с вами это свинина вообще свиной фарш из магнитного замороженный размороженный я как такую же делала я правда забыла что туда фигачила в тот раз но этот раз у меня лук поры морковка жарила на вот этом вот масле кокосовом но и тут еще соевый соус потом тут у нас чищеная картошка вообще-то 3 ткани располовиненные в микроволновке мешочки делалось она у меня с розовой солью и маслом я тут самопальная подсолнечная слабада я туда чеснока нафигачила зубчиков порезанных и немножко поломала красного острова перца тот самый красный перец который вот тут как одна моя подписчица сказала надо вот перчатка готовится с ним потому что мой шоке можешь а он все равно чувствуется но у меня там вот какой-нибудь зеленый чай и возможно что-то к этому чаю тоже я немножко позастыла картошка я сначала подумала что на одну тарелку положить но взяла плоскую тарелку и у меня тут это как бы что-то много картошки вышло видно туда все телефон досуну тема какой-то особо для разговора у меня нету чтобы есть я как я вообще думаю как нибудь записать чисто как я ем без всякого этого разговора тут чувствуется немного чеснока иногда чувствуется чисто вот этот перец я просто масло моё маковое салатное закончилось а я как-то где-то читала видео слышала что можно чеснок в масло зафигачить и больше чем-то я забыла заметить когда его поставила уже я не уверена что ты есть божь кстати про кошку если ты подписан на мою телеку либо читаешь в обкладке сообщества то что я пишу либо подписан на мой инстаграм ты тоже в курсе сегодня я в душ ходила без очков потому что кошка моя очки обычно когда душ принимаю если при этом одновременно голову мою но я чешу вторую голову мыть отдельно каким-нибудь отваром сделанным короче я очки кладу вот эти вот основные в раковину потому что мне так удобно их положить туда и оттуда достать и пока я принимала душ менескому неделяшки я думаю неужели не упали вот туда тогда трендец очкам трубы все такое обернулась полотенцем вытерла голову у меня четыре полотенца одно для лица другого для рук третье для тушки и четвертое у меня подружка когда приходит руки моет ванной ну приходят гости руки моют ванной то меня каждый раз спрашивают а какое полотенце можно взять чтобы руки выдержать это ну я там муж жены двое детей ну в смысле она ее муж еще двое детей на это сколько ты думаешь должно быть полотенец тогда у нас его от сока на них нет совсем по-другому типа 4 это много ну так вот обернулась полотенцем пошла на кухню за домашними очками которые в начале этого года сделала но они слабее на полторы диоптрии вроде чем вот этим но я короче говоря смотрю в них я забыла что у меня есть супер сильные очки в которых я ногти на ногах обстригаю не брутя как на минус семь с половиной но я значит это самое смотрю в них там где думала очки нету нигде нет очков думаю что за нахрен иду обратно значит печальная уже уверенная что все очкам трындец придется мне ходить не фотохромных а там какая-то обработка которая вот они у меня тут где-то есть на кухне они лежат благодаря этой кошке у меня теперь это все очки у практически у всех очков есть домик но кроме там полтора еще очков которые просто лежат так аккуратно ящиках в общем вот очки они как-то чем-то обработаны антибликовое покрытие на солнце у них принципе можно ходить но я вся такая трагичная иду значит обратно на кухню и тут он где-то на две трети коридора ближе к кухне смотрю что-то на полу наклоняюсь в этих очках смотрю а там лежат вот эти очки кверху стеклами ровненько так аккуратненько я думаю вописец-то так видно ли в камеру этого жулика да немножко видно жулик мне сегодня близкий родственник сказал что у меня не кошка а монстр потому что в ночь на сегодня этот монстр уточил меня зубную пасту которая была в уходе на декабрь там еще где-то 1 3 тюбика оставалось ее бы вполне хватило на декабрь но пока я мыла посуду где-то в районе 12 ночи слышу какие-то странные звуки пришла ванну с мою недобной пасты в этот раз я уже смотрела в очках на минус 7 нигде не нашла ванны вообще я поняла что она с ней уже удрала на тот момент когда для меня дошло что что-то там неладно ванны но я расстроился лежу значит у меня еще на одни бараночки случилась пищевая аллергия прочитала но хотел заказать на озон этот интерес гель а там значит доставка только курьером я помню год назад пыталась это сделать и мою дыру под названием углич курьер не ехал плюс минимальная там сумма должна быть какая-то даже если накидать все равно не ехал на в этой в аптеке по приложению она где-то рублей на 100 дешевле дороже чем на зон но я сижу дома может найти какой-то это растение вообще чего способствует тому чтобы побыстрее легическая реакция пришла у меня как бы аллергическая реакция такая я в рандомных местах начинаю чесаться вообще ощущение будто вот все такое покраснение и чешется она не покраснела она просто чешется но иногда покраснение бывает иногда вот прыщики на лбу высыпают и она где-то чуть меньше чем за сутки проходит были у меня бараночки с неизвестным составом но они как это в саду лежали бараночки мне сказали забери с сада бараночки чаю попьешь черни танки по пропадут мне их забрала сейчас давно но смотри держать не боя что больше ничего не дам полотенечко не так ну короче говоря я лежу пытаюсь уснуть почитала чем заменить в экстренном случае зубную пасту своя в итоге и по образу и подобию по собственному от балды посмотрела просто чего возможно сделать тут в быстром виде а не как вот я хочу там домашнюю тубную пасту делать из растений всяких или по типу ктана да наверно то на ножницами смотреть ножиком вырезать не переживай кошка там еще пол сковороды я тебе дам попозже все темно молочко есть картошечка пей молочко а то опять стихнет придется выливать наваяла зубную пасту значит на основе кокосового масла нет не только то жаривала другое там несетность на котором ну как бы на этом жаба душит что-то готовить на этом она чисто для жарки покупался а другое но другое но вообще россия сделано я как-то его уже покупала и до этого как-то покупала нет у меня в этот раз ни салфеточки никакой красивой не бумажной салфеточки но ты зритель можешь восполнить процесс в смысле наверстать упущенное признать не салфеточек и я их это пасы мэрю тут сейчас будет если ждет а самая давно-давно я тут хотела как-то записать но я всю неделю спала практически поэтому меня как-то сон меня победил так вот так как у меня нет салфеточек я витряюсь тем чего по другу попадется там у меня было 6 ложек муки нутовой у меня как-то нутовая мука залежалась не зашла она у меня как-то думаю ну косметику 6 столовых ложек сухого молока 150 грамм растопленного кокосового масла и по 7 капель эфирных масел апельсина чайного дерева и можжевельника но она застыла значит я сегодня и почистила зубы мне еще это говорить типа чё ты тут фигней какой-то страдаешь дошла бы до магнита я груну как гру мне религия не позволяет нечищенными зубами магнит перед перейти по ночью что ли ночью а перед этим я почистила зубы эксперимента ради своим универсальным кремом который да рука для лица и для но тот который я сама парила я его не обозревала я не знаю записывала ли я или только на фотке фоткала на смысле только фоткала когда мальмите его ваяла и так слушайте прикольно чиститься хорошо единственное что на щетке она остается а зубы чувствуют себя вообще отменно она прочитала что можно типа кокосовым маслом почистить что она там хорошо для зубов можно сухим молоком много чего почитала ну и почитала что там по поводу пищевой аллергии на всякие вот эти ешки добавки на какую конкретно я не в курсе потому что у меня сейчас я нередко это бывает но я редко что-то покупаю я вчера магните была зашла отдела где вот этой сладости ну и зефир купить да что-то как-то жаба душит думаю какой зефир сама себе должна три с лишним тысячи уже ну вклад этот на камеру ты кстати можешь поддержать мой канал подпиской на бусти на смр лимон банк или просто там задонатив на камеру или на чай накинув меня биткоином или на выкапай или на ремонии на карту сбера через систему быстрых платежей если знаешь мой билайнерский номер или на динотейшн аэрс вот здесь вот все это вот и в инфобоксе ссылочка я смогу под сделать подарок сама себе благодаря тебе видео камеру на которую можно снимать аж ночью и даже минус при минус 32 зимой осмопокет диджай осмопокету я сегодня определилась я поняла что у меня на обычный такой комплект без комбо потому что в комбо там некоторые запчасти которые мне не нужны из всего что там есть комбо это микрофон на микрофон можно выпить я деля ну я читаю значит туда чем можно спастись растительными средствами и оказалось вся эта фигня должна просто выйти из организма естественно путем а чтоб ей помочь ну как бы можно попробовать то что мы сейчас видим когда нас летом пчела укусит все прости но я не была уверена что он у меня есть я вроде как из деревни приводила но где он есть ты точно хрен знает ну я короче говоря прочитала узнала что пектин и клетчатка помогают быстрому воду этого этой гадости из организма ну являетесь аж ты там абсорбентами с арбентами ты что творишь а я создам дам дам щас перешу сюда на хулиганка заодно вчера я попробовала сделать часть позитника думал мне уже месяц например на куплен а я его не измельчила чтобы специю сделать ничего с ним не сделала почитала что с ним делают заварила в чай по вкусу он мне напоминает джигу узнала что его можно обжарить тоже заварить чай ну помимо прочего много еще про него там есть еще а перед этим я сижу думаю у меня то есть этот ну что то такое где то там написано было я вспомнила что у меня есть черный тмин я чайную ложку взяла этого тмина в рот закинула проживала запила водой как-то слегка полегчало ну так вот вчера я в итоге ничего не купила 3 жаба душит ну как бы денег нету сама себе должна потому что пришлось там кое-что покупать непредвиденно думаю получу пенсию отдам сама себе в долг за это заплачу за коммуналку и тогда может купить какую-нибудь вкусняшку может там зефир какой-нибудь дефир то принципе можно самой делать но что-то мне как-то все сейчас некогда геморрится с этим потому что я в ту неделю какая-то вялая была эту неделю сплю если не в кровать эту на ходу не рядом чайник астуру как-то по идее можно бы еще мясо 5 минут картошки осталось всегда маленько сейчас чувствуется этот перец красный мне еще когда это собирала помидоры выдирала их теплица из маленькой по-моему из маленькой это было или большой фиг знает из маленькой но не супер смотрю случайно задела какую-то зеленую хрень пишу тетя ватсап году случайно задела какую-то какой-то зеленый перец а выхож возьми себе это горький перец типа я взяла себе три штучки он был зеленый стал красный в салатики добавляла и блин он такой острый он ни хрена не горький он острый такой вот тут тоненький перчик вот похож на лезвие по такому-то треугольничку только может даже по уже еще вот сейчас я его тут чую у меня вообще тут хлеб как бы был я думала что надо хлеба еще закусить это все в итоге забыла кошка тут знаешь что осталась вкусняшка хочешь маслица пожевать не хочешь что даже не шевелишься так вот зубную пасту на меня так и не вернула это кушка куда заныкла на его как бы давно пыталась комунизить потому что как-то не очень волновал станок жилетовский в итоге станок жилетовский я убрала после того как обнаружила его на полу ванной я скину скинули а что с ним дальше делать никак а тут очень заинтересовал этот тюбик я все при мне его пыталась комунизить а я ее все снимала с раковины а тут она дождалась пока ходя не видит ну не мы все не кошка а жуть и одно аниме смотрела там были такие медвежути ну типа медведи только сатанинские такие а потому медвежути и вот она медвежути очень вкусненько так вышло мне как бы сливочное масло есть еще сметанка а я подумала что он может этим маслом заседачить суспециями блин чая прервусь я все уберу на лице чай у меня вообще как бы есть и кисель на варенье из из на джеви апельсиново-морковным но мне что-то хочется по моему чая я сейчас такой дракончик весь вообще еще там немножко корицы я ночью просто сварила у меня там было баночки где-то 1 3 думаю надо это свой компот допить черно-смородиного и этот апельсиновый сварять я все-таки решила поставить чайник потому что он как-то слегка холодные что-то второй день дем точнее пью зеленый чай обычный китайский из магния какой-то дам жарко он самый дешевый который по скидкой с молоком а так как он такой ну если уже молоком разбавлять то будет уже холодный вот сейчас без молока у меня тут трех или четырех не знаю летней давности красно-смородиновое желе которое уже стало как вот когда его сюда переложила немножко из баночки а из другой части сделала ну типа как развела морс компот оно стало как он бывает такой магазинах пластовой мармелад вот оно сейчас такое еще больше так подзагустело ибо бедный несчастный я у меня нет сладости у меня есть только мед, варенье, самопальный шоколад конфеты и сухофруктов в самопальном шоколаде немножко прошлогоднее этой самой яблочной пастилы и яблочно-морковной и вроде как и все но еще там пара покупных шоколадок одну меня угостили а другое это ну не полноценное несколько кусочков того и другого другого мне как-то подружка в чай принесла обе черные правда одна черная без никто а другая черная с апельсином я вчера еще хотела купить одних конфет а потом подумала у меня же есть варенье надо их есть ну и денег соответственно мало мол получу пенсию я куплю этих конфет там такие какие-то вот фрукты перемолотые в шоколаде причем я не знаю есть ли там пальмовое масло в составе но если есть то можно в малом количестве может быть какой-то хорошее качественное пальмовое масло потому что у меня не было никаких отторжений от него но я как-то выберу такие конфетки привозила к чаю мягкие такие я еще все хочу так узнала увидела этот рецепт еще мне в комментах кто-то писал сухое молоко сливочное масло что-то еще это сам сделать нуга не нуга ну какая-то сладость короче мне кажется есть не полная пачка масла там именно столько сколько надо 150 грамм ну да вот по поводу ежок я стараюсь покупать с прозрачным составом и на коробочке даже написано может вызвать аллергию у детей и взрослых думаю зачем вы такое продаете ну состав такой что натуральный мармелад из натурального в лучшем случае только золотит а остальные красители и ароматизаторы ей хорошо ей пофиг там есть какая-то ежка пальмового масла нет какой-то ежки хоть одни ежки а вот мой организм этого не понимает ну и мы пока с ней остановились на зефире иногда она забывает что я откидываю копыта от помимо масла ежок и приносит какую-нибудь или действительно вкусную гадость или просто гадость я еще не делала это мясо а и ночью я вымыла плиту и пока камеру доставала эту из коробочки что ты не ровно стоишь и как бы чтоб просто камеру поставить не сетку эту сумочку с собой покрыла крышкой хоть газ и убавила но у меня видать это жидкости было чуть больше чем нужно и она вытепела и я привожу и у меня думает что ты звуки странные у меня тут вот так вот это то я все вытерла но придется к тому еще притумать у меня во везде стороны такой вот свой соус выпрыгнул наверное подумал кто такой щедрый меня сюда залил надо бы поглядеть что там вообще делается а может подумал горячо горячо пойду пойду-ка я отсюда я помню что сгул было прилично красной смородины у нас у соседей в саду по саду и ну чуть поменьше черной и из красной смородины пришла идея по моему от моей тети делать вот как раз этот как бы звать это его желе по образу и подобию из черной но вот из черной мне кажется я тогда весь все желе вылопала в смысле съела слопала слопала а с смородиной у меня что-то еще оставалось у меня еще была двухлитровая банка полностью смородина уже я ее ела ела потом раскладывала ее может быть оно и с 18 года стоит я теперь стараюсь подписывать клею насквозь бумажку вообще я хочу какие-нибудь стикеры наклеечки чтобы подписал открыл приклеил и все а то у меня как-то весной или летом я уж не помню обнаружилась банка соленых огурцов которым внезапно три года я думала что она прошлогодняя или что я их уже съела они где-то в глубине холодильника стояли и они уже были такие мягкие даже они не мягкие были они еще были не мягкие но они были в каком-то очень странном осадке мне сказали что их делала я ну в смысле не я а мне их делали и положили туда горчицы типа это горчица а мой и все нормально будет но потом они как-то это побелели почернели и размекли и вдруг выяснилось что это трехлетней давности банка мне сказали надо подписывать чтобы знать что это ну и я еще почему сладкое сейчас не покупаю ну к чаю я стараюсь освобождать место потому что у меня варенье в шкафу три этажа и еще в шкафу на балконе и кое-какое варенье вот здесь стоит в холодильнике в этом году я не очень много дела больше замораживала ягоды и с сахаром перетирала ну и не особо много плодов было сливы не было терна не было малины мне практически не досталось зато ну как меня впахивали и говорили приходи собирать малину прихожу собирать малину вот ты сегодня польешь завтра соберешь и пока там человек два-три ведерка соберет малины я каждый день поливала а потом мне а я думала ты не будешь собирать малину я думаю ну обалдеть клубники мне просто сказали хрен тебе не клубника пофиг что ты помогала ее полоть и так далее обидно было сначала а потом думаю да ну ладно в жопу мне там обнаружили потом три кустика не с кожаных переродившиеся выродившиеся клубнички я штук двадцать ягод с нее сняла ну и к тому что ягод в принципе урожая в этом плане который можно замутить варенье было мало поэтому и варенья было мало но с другой стороны я думала что даже будет много варенья ну в смысле урожая то я его буду морозить в крайнем случае с сахаром перетру ну и яблок еще в этом году не было у нас я дикие собирала на посушитель я даже черники в этот раз купила чисто пожрать да заморозить два лета потому что у меня есть позапрошлогоднее варенье черничное даже джем позапрошлогодний черничный облепиху я благополучно проворонила в том месте где она крупная потому что меня все таскали то в одно место то в другое место думаю ну сегодня пойду если я тут вернусь на поле буду ее собирать я не успею делать что-то потому что завтра рано вставать ну где-то так в пять утра чтобы ехать в деревню на уточню а потом еще куда-то а потом дождь то дождь то деревня в итоге мы поперлись туда с подушкой в итоге мы поперлись туда с подушкой смотрю а там все уже птичками склевано обламинго а на другое место где я в прошлом году немножко собирала успела чуть-чуть собрать хотя птицы большую часть обклевать причем раньше времени позапрошлом году там же я вообще в этом году не попала и в одном месте где я в прошлом году калину собирала там же облепихи было пара ягод потому что уже кто-то собрал до меня или кто-то кто-нибудь обклевал я вспомнила уже месяц спустя что можно туда доехать причем собирала все туда но тоже как-то то в сад то в деревню то еще чего-то то дождь в итоге у меня как-то ну в других местах зато калину нашла было мало того чего это самое можно пустить на варенье на заготовки но зато у меня еще было с прошлого года гусеника намоченная поэтому я купила там только литр просто пожрать да заморозить аналогично с клюквой правда мне потом подогнали неполную литровую банку брусники, кажется или клюквы фиг знает протертые с сахаром совершенно спасибо ну то не догоняя слово подогнали обозначают подарили дали за бесплатно вот у меня тут как-то подружка одна пишет у меня есть такая-то вот такая-то штука ты такую-то штуку ешь ну в принципе ем знаешь мне тут очень много ее подогнали я хотела с тобой поделиться а потом выясняется что она хотела поделиться за деньги я думаю нет подогнали это подарили они продали и потом я вспоминаю думаю сколько было всего что я просто так ей дарила никогда денег не тропило а если она мне что-то заказывала вот тогда вы фроши через меня или вейман я в то время занималась давно то иногда я даже в минус уходила чисто чтобы ей вот ну там сделать скидку потому что ну подружка то сё зато с меня вот только так вот как я сюда переехала она ко мне явилась отсюда и значит это посмотреть на новое жилье смехнула что у меня своя квартира она на моей тете хоть оттуда прописала ну все равно моя квартира да значит у меня есть деньги я думаю блин у тебя частный дом у тебя тоже есть деньги тебе не надо платить у них как частный дом можно надо платить только за дрова если хотите ну официально этими дровами пользоваться да за электричество и минимальная уборка мусора все за воду не надо платить за газ не надо платить за непонятно что который ремонт не неизвестно где и когда будет ну тут правда что то ремонтировали вот у нас окно пластиковое оставили между этажами первым во вторым и что то еще такое подделали не надо платить за я не знаю что они делают по 700 800 900 рублей в месяц срыла указывал сервис не надо платить все под под боком там огород то есть все я думаю человек который приведяется с помощью от близких и так далее при живой тогда еще маме пытается развести есть пара таких людей от которых раньше ну там вроде как зовут на день рождения и в последний момент тебя игнорят до последнего и выясняется что на самом деле мы очень хотели чтобы ты к нам приходила зачем звали я не приходила потому что как бы время точно не знаешь что куда зачем и тут так же а теперь когда я уже ну как бы понимаю что человек сейчас будет меня игнорить даже это не отвечает там ни на телефон ни смс ни ватсап да отвечает через раз или очень сухо так коротко думаю человек ждет что я боится что я к нему напрошусь а я сижу без денег у меня нет у меня даже ну нет лишних денег чтобы усвоять какой то купить какой то подарок у меня даже в мыслях нет купить этот подарок потому что как бы я в курсе что меня не позовут на день рождения ну допустим так вот да сейчас именно тот случай уровень скажем так случай уровень та ситуация когда если мне человек не пишет мне как то даже и нормально а когда человек пишет вдруг внезапно спустя два месяца после очередного пропадания и пытается развести на деньги то даже шевелиться неохота чтобы допустим позволить кому то предложить вот эту штуку которую предлагают мне вместе скооперироваться и купить ее думаю да ну нафиг ну и в итоге подружка переросла в раздел знакомых а то была бы она немножко другой подружкой да она бы наверное запила мы 13 лет уже 13 лет как мы знакомы в феврале следующего года будет 14 вот забыла бла бла я слопала там правда было то где-то одна треть варенька я там еще и другой варенька который меня угостили года три назад оно стояло в холодильнике благополучно я про него лобыла оно черно-смородиновое частично я его съела частично еще две трети там есть баночка такая небольшая сейчас просто ее покажу на баночке написано масло растительное для оладий ну тут половина короче все никак не доестся может если его вот эту мисочку обмыть потом вымыть ее высушить а потом сюда переложить может она из этой мисочки быстрее уйдет ох у меня там еще три хурмы два неполных яблока один банан а еще один сушеный мандарин я про него просто забыла ему по-моему уже мне кажется ему полтора месяца его уже можно только распиливать у меня как-то был этот было у меня два лайма про один лайм я использовала а другой лайм забыла и он задеревенел пришла ко мне подруга Маша на механке еще при бабушке увидела что такое я так говорю лайм она его распилила и захримячила ну этот вот немножко проминается я наверное его как-нибудь попробую очистить выпить из него мандариновый сок и будет ему счастье ох что у меня тут еще есть у меня тут еще есть у меня тут еще есть калина я ее пообещала ну как пообещала я спросила кто не хочет чтоб я калину подстригла на камеру в СМР ну типа там кто-то сказал да или один палец кверху был хрен знает в тереге я все собиралась собиралась в итоге я про нее забыла смотрю она уже такая вот что ее только в кастрюлю фигак водой залить прокипятить процедить смешать с сахаром и выпить так что будет обламинго не буду я эту калину разбирать на той ночи сегодня нашла маленькие ножницы вот здесь в ящике чего там только нету даже одна пальчиковая батарейка специально для часов которые за стеной в комнате висят ох зритель я у все надеюсь ты тоже пожрал спасибо тебе за просмотр пока пока